Всем привет! Я очень рад, что я с помощью технологий зумировал себя сегодня сюда, и у меня есть возможность с вами пообщаться со всеми с вами пообщаться. Ой, да, между прочим, меня зовут Слепой Дэйв, я алкоголик. И дата моя трезвость 9 июля 1998 года. Так что пару месяцев назад я получил свою медальку за 22 года трезвости. Это были замечательные 22 года. Я живу в городе Остин, штат Техас. Это столица штата Техас. И меня попросили поговорить с вами о восьмом и девятом шаге. И я бы сказала, что все шаги имеют определенную тематику. Каждый шаг является частичкой мозаики. Так что, если, допустим, я куплю такой пазл, да, в коробке. Я вытряхну все кусочки на стол, выложу их. Но картинка изображена на крышке этой коробки. Так что для того, чтобы вам понять, как каждый кусочек пазла, да, составляют общую картину, вам необходимо взглянуть на эту общую картину. Так что я подойду к восьмому и девятому шагу, зайду туда немножко издалека. И начнем мы с третьего шага. Так что давайте сейчас откроем большую книгу в оригинале. Это шестидесятая страница. В русском варианте это страница пятьдесят восемь. И мы начнем в английском варианте. Это третий абзац. В русском варианте он в самом низу, будучи убежденными. И там написано, что будучи убежденными в этом, мы приступили к третьему шагу. А что именно мы подразумеваем под этим и что нам следует дальше с этим делать? Так что запомните эти два очень важных вопроса. Что мы под этим подразумеваем и что мы с этим делаем? Там не сказано приблизительно, что мы понимаем под этим и там также не сказано примерно, что нам с этим делать. Там сказано, что именно мы под этим понимаем и что именно мы должны делать. Ребят, в оригинале это сказано именно так. В русском варианте слово именно отсутствует, к сожалению. Дальше написано, первое требование заключается в обретении уверенности в том, что жизнь построенная на своей воле не может быть успешной. И дальше следует вот эта знаменитая часть книги об актере, история про актера. Некоторые люди это называют третьим шагом. Потому что в конце концов здесь написано, будучи убежденными в этом мы приступили к третьему шагу. Но потом здесь написано, что первое требование заключается в обретении уверенности, что жизнь построена на своей воле и не может быть успешной. Так что я полагаю, что здесь вот что сказано. Прежде чем мы обратим внимание на то, как должна выглядеть жизнь, если мы ее передаем в руки Господа, мы должны обратить внимание на то, как выглядит жизнь, если ее туда не передавать. Если она построена на своей воле. Вот на это мы сначала смотрим. Так что я люблю это называть второй частью первого шага. Первый шаг часть Б. Потому что у нас же две части в первом шаге. Мы признали свое бессилие перед алкоголем. И мы также признали, что мы бессильны перед жизнью. Большинство людей приходят в АА достаточно побитые своим алкоголизмом. И когда они смотрят на первый шаг, они говорят, да, я признаю свое бессилие перед алкоголем. И то, что он разрушает мою жизнь. Но они не въезжают, что даже после того, как они перестанут пить, их жизнь все равно неуправляемая. Они алкоголики. Так что вот описание того, как я выгляжу, вне зависимости от того, пью я или не пью. Давайте продолжим читать. Поехали. 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 Такая жизнь почти всегда приводит нас к столкновениям с чем-либо или кем-либо. даже если мы руководствуемся самыми лучшими побуждениями. Большинство людей пытаются жить, полагаясь исключительно на свои силы. Они бывают похожи на актеров, которым хотелось бы в одиночку играть весь спектакль. Они постоянно заботятся об освещении, балетных вставках, декорациях, а также о том, чтобы остальные актеры, занятые в спектакле, им подыгрывали. Что же происходит обычно? Представление все же не удается. Он начинает думать, что жизнь не справедлива к нему. Он решает напрячь свою волю еще больше и в следующий раз становится еще более требовательным. И все равно у него не получается с пьесой. Признавая свою частичную вину, он убежден, что другие люди виноваты гораздо больше. Он становится сердитым, злобным и возмущается и жалуется на свою судьбу. В чем его главная беда? Разве он не корыстный человек, даже когда он пытается быть добрым? Разве он не жертва заблуждения, что он будет счастлив и доволен жизнью, если преуспеет в ней? Вот это описание своевольного человека. Я думаю, что лучшая иллюстрация того, как это выглядит, представлена на странице 61 в первом параграфе. Ребята, это в оригинале. В русском языке... И лучшая иллюстрация. Иллюстрация того, как жизнь, построенная на своей воле, выглядит, приведена на странице 59 русского текста. Начинается в первом полном абзаце, где-то в середине страницы. Что же происходит обычно? Представление все же не удается. И дальше там говорится о том, что он пытается все сильнее и сильнее контролировать свою жизнь. Проблема в том, что я начинаю думать и я решаю действовать. Я не помолился. Я не помолился. Так что, вообще-то, если мы следуем программе, там должна получиться такая конструкция, да, что он думает, что жизнь к нему не будет. Дальше он молится Богу и потом приступает к действиям. Так что программа построена так, чтобы дать мне возможность установить отношения со своим создателем. и, соответственно, помочь мне решить проблемы, которые возникают в жизни. Так что иногда люди говорят, молитва не работает. Но большая книга говорит, что молитва работает при соответствующем отношении к ней, если мы работаем над этим. А до моего прихода в АА я ходил в церковь и я надеялся найти там помощь в решении моих проблем. И у меня появился там духовный опыт. Он мне помог много в чем. Но он не остановил мое потребление алкоголя. Я помню один раз, там прямо посередине одного из моих больших срывов. Я думал, почему же мой духовный опыт не может держать меня трезвым. Я думал, что же неправильного в моих отношениях с Богом. Я начал замечать, что мои молитвы не приносили ожидаемых результатов. Иногда я получал то, что можно было бы назвать ответом на молитвы. Но это так же могло быть просто совпадением. Я помню, я сказал Богу, что я хотел настоящего опыта, который бы исходил из молитвы. Я хотел опыта молитвы, которая работает в двух направлениях, в обоих направлениях. Я хотел чувствовать воссоединение с Богом в молитве. И такой молитвы причастности я так и не нашел. До того момента, как я не пришел в ААА. Я с энтузиазмом принял ту идею, что молитва работает, если мы прилагаем усилия и у нас соответствующее отношение к ней. Так что? В оригинале, на странице 62, первый параграф. Себя-любие, эгоцентризм, в этом мы полагаем корень всех наших проблем. Ведомые разными формами страха, самообмана, своей корысти и жалости к себе. Это значит, что в моей голове звучит много голосов. Таким образом, мы сами являемся причиной наших бед. Они начинаются в нас. Следующий параграф. Здесь мы объясняем, как это делается и почему нужно действовать именно так. По-моему, это на странице 62, параграф 3. Я хочу это записывать. На странице 62, параграф 3. Это как и почему. О, окей. Значит, ребята, в русском варианте это страница 60, самый последний абзац. В оригинале страница 62, третий параграф. Окей. Вот на это нужно обратить внимание. Здесь мы объясняем, как это делается и почему нужно действовать именно так. Теперь внимание. Здесь написано, прежде всего, мы должны были перестать играть роль Бога для самих себя. Вы помните, да? Мы начали с того, что мы задали два вопроса. Что именно подразумевается и что именно нам следует делать? Вот в этом содержится ответ на первый вопрос. Это значит, что, во-первых, мы перестанем играть роль Бога. Помните, да? Что это значит? Это значит, что я решаю для себя, что жизнь ко мне несправедлива. И, соответственно, я начинаю прикладывать еще больше усилий, да? Без приглашения в этот процесс Бога. Дальше там написано, затем мы решили, что с этого момента в этой жизненной драме Бог будет нашим руководителем. Это обратило на себя мое внимание. Это обратило на себя мое внимание. Это обратило на себя мое внимание, потому что это говорит, что Бог будет моим руководителем. Это обратило мое внимание, потому что там сказано, что Бог будет моим руководителем. Я хотел жить в молитве, которая действует в обоих направлениях. И дальше в первом параграфе на 63-й странице, в русском варианте 61-я страница. Когда мы искренне приняли эти условия, А я вообще искренне хочу этих отношений с Богом? Когда мы искренне приняли эти условия, произошли удивительные вещи. У нас появился новый хозяин, в английском варианте работодатель. Будучи всемогущим, Он давал нам все, что нужно. Когда мы не отдалялись от Него и выполняли Его волю. И в этом содержится ответ на второй вопрос, который звучит вот таким образом. А что именно нам делать? Он давал нам все, что нужно, когда мы не отдалялись от Него и выполняли Его волю. Так что держаться неподалеку от Бога и выполнять Его волю. Что это значит? Это значит продолжать делать инвентаризацию и продолжать слушать. И дальше там написано так, взяв это за основу. Так что я хочу, чтобы мои подспонсорные поняли, что больше там ничего нет, кроме вот этих двух пунктов в нашем договоре с Богом. Кроме того, что я выразил свое согласие не отдаляться от Него и выполнять Его работу хорошо. То есть я научусь жить в инвентаризации и служении. Так что, поскольку, кроме вот этих двух пунктов, да, не отдаляться от Бога и выполнять Его работу хорошо, то все остальные шаги должны каким-то образом относиться к инвентаризации и служению. Шаги с четвертого по девятого – это шаги нашей уборки, которую мы проводим в томе, чтобы убрать вот все это, весь этот мусор, который загромождает нашу дорогу к Богу, который блокирует. И в результате мы обретаем осознанный контакт с нашим Создателем. Десятый шаг помогает мне оставаться вблизи Бога. Одиннадцатый шаг учит меня, как улучшить этот контакт, осознанный контакт. А двенадцатый шаг – это как мне выполнять Его работу хорошо. Так что, становление Богом, да, установление Бога на роль моего руководителя – это процесс. Десятый шаг – это, когда мы сделали инвентаризацию. И пятый шаг – это когда мы признали истинную природу своих недостатков перед Богом, собой и другим человеком. В книге «12 на 12» сказано следующее. Все, что нам предлагается в «12 шагах», идет вразрез с нашими инстинктивными потребностями и желаниями. Они все сдувают наше эго. И когда я начинаю сдувать свое эго, я позволяю заполнить это место Богу, я его приглашаю. Если эго мое начинает раздуваться, если я его начинаю раздувать, то я выталкиваю Бога. Так что в результате прохождения четвертого и пятого шага мы сдуваем наше эго так достаточно серьезно. И в наших обещаниях сказано, что я начну ощущать близость к моему Создателю. Хорошо, мы сейчас перейдем к письму 76, параграф 3. Степы 8 и 9. Хорошо, степи 8 и 9 – это следующие степи, которые достигают много эго-дефлации. Степы 8 – мы составили список всех тех людей, которым мы причинили боль и преисполнились готовностью это исправить. Девятый шаг – возмести ли ущерб, где это было возможно, за исключением тех случаев, когда это бы повредило другим. Значит, в американском варианте это 76-я страница, третий параграф. Теперь, ребята, это 74-я страница русского текста. Теперь мы нуждаемся в поступках, ибо вера без действий мертва. В американском варианте теперь мы нуждаемся в больших действиях, ибо вера без действий мертва. Давайте посмотрим на восьмой и девятый шаги. Значит, у нас есть списочек всех тех людей, которым мы причинили, которым мы нанесли ущерб, и мы приготовились этот ущерб восполнить. Мы составили этот список, когда мы делали инвентаризацию. Теперь мы должны пойти и возместить тот ущерб близким, который мы нанесли. Мы должны попытаться убрать с нашего жизненного пути всю рухлядь, которая накопилась из-за нашего желания руководствоваться только своей волей и старанием затмить остальных. Если мы не хотим сделать это, мы просим, пока к нам это желание не придет. Помните, что с самого начала мы решили быть готовыми на любые жертвы, чтобы победить алкоголь. Короче, в английском варианте там написано немножко не так. Мы согласились пойти в любую даль. И, короче, восьмой и девятый шаг нас так достаточно серьезно прессует. То есть тут ощущается прессинг. В книге 12 на 12 написано. Действительно, обретение большего смирения является основой, положено в основу всех 12 шагов. Так что каждый шаг помогает нам приобрести больше смирения. Обещания девятого шага говорят о том, что мы будем интуитивно знать, как вести себя в ситуациях, которые раньше представлялись нам трудными, заставали нас врасплох. И вот именно в восьмом и девятом шагах мы в первый раз начинаем получать опыт. Вот этот интуитивный опыт Божьего мановения. После пятого шага мы получили достаточно смирения, чтобы почувствовать близость нашего Создателя. После девятого шага мы просто окунемся, бросимся еще дальше вот в это ощущение смирения. В этом состоянии мы научимся различать, улавливать безмолвный голос Бога. Теперь я хотел бы зачитать кое-что со страницы 79. 79. Okay. Okay. It says, although these reparations take innumerable forms. Okay, just a second. Lost it. Okay, anyway. Там написано в этом параграфе, что хотя возмещение ущерба может принимать разные формы. Существуют общие принципы, которыми можно руководствоваться. Во-первых, напомнить себе, что мы решили пойти в любую даль. Мы просим силе, мы просим Бога дать нам сил и направление, да, чтобы правильно поступить. Вне зависимости от того, чего нам это может стоить, вне зависимости от личных последствий для нас. И это требует очень много храбрости. И это требует очень много храбрости. Мы получаем две вещи, когда мы слышим голос Бога, направление и храбрость, чтобы это осуществить, то, что нужно осуществить. Смелость. Сила. Значит, у нас есть списочек восьмого шага. Вот, что нам говорится об этом в 12 и 12. После того, как мы составили список, мы рассматриваем каждую ситуацию внимательно. И это примерно то место, где мы начинаем учиться медитировать. Мы рассматриваем внимательно каждую ситуацию. Тут написано, что мы пытаемся приобрести как бы правильную диспозицию, да, правильную точку обзора, откуда мы можем продолжить. И мы подготавливаемся, мы заранее подготавливаем себя. И вот в этом месте я чуть-чуть отпускаю руку моих подспонсорных. Раньше я их ввел за ручку. Когда они мне задают вопросы, вот какой из них я, как ты считаешь, должен пойти сделать в первую очередь. Я ему говорю, спроси у Бога. Я ему говорю, что он в той точке своей программы. Что если он действительно преисполнился желание возместить ущерб. Этот уровень готовности, да, выведет его на правильную позицию, чтобы поступить правильно в соответствии с волей Бога. Так что я ему говорю, задай все свои вопросы Богу. Там говорится, что прежде чем возмещать ущерб, мы заранее, заблаговременно готовимся. Так что я ему говорю, спросить у Бога и записать, что он думает Бог хочет, чтобы он сказал. Что ему следует сказать, когда он пойдет возмещать ущерб. Я его прошу зачитать мне это, прежде чем он пойдет. Я могу внести какие-то коррективы, небольшие предложения, да, по поводу, может быть, определенных слов или фразировок. Но я исхожу из того, что ему сказал Бог. То есть то, что он считает, он услышал от Бога. Вот от этого я исхожу. Из этого я исхожу. Так что, что самое важное в восьмом-девятом шаге. Так это то, что если я все предыдущие шаги сделал правильно, да, те шаги, которые привели меня вот в это место. Я действительно могу приобрести опыт того, что это значит, когда Бог является моим руководителем. Что является и ответом на вопрос, что именно, и ответом на вопрос, как именно, применительно в программе. Я очень быстренько сейчас пробегусь по десятому-одиннадцатому шагу. Чтобы показать, чтобы показать вам, какое это имеет продолжение. 84-я страница оригинала, второй параграф. Так мы подходим к десятому шагу. Согласно которому мы должны продолжать проверку нашей жизни с рабственных позиций и исправлять те новые ошибки, которые мы делаем на своем пути. Продолжение следует... То, что... Нет, только так. Потому что я всегда должен практичить инвентаризацию и ущерб, чтобы остаться в связи с моим высшим силам. Я должен продолжить практичить инвентаризацию и ущерб, чтобы остаться в связи с моим высшим силам. Моя инвентаризация и процесс возмещения ущерба — это никогда не заканчивающийся процесс. Это постоянный процесс. И мне нужно его продолжать для того, чтобы оставаться в связи, чтобы поддерживать контакт со своим создателем. Step 10 ends by saying — this is on page 85, paragraph 2 — much has already been said about receiving strength, inspiration and direction from him who has all knowledge and power. В конце описания десятого шага сказано, немало было сказано о том, что Бог дает нам силу, вдохновение и цель в жизни. Ибо он обладает всеобъемлющим знанием и мощью. Если мы прилежно следуем всем его указаниям, то скоро мы ощущаем, как его дух вливается в нас. В какой-то мере мы осознали Бога. Мы стали развивать в себе это жизненно важное шестое чувство. Так что эта интуиция, так что это шестое чувство, оно становится все более интуитивным по мере того, как мы продолжаем движение в программе. В 11 шаге нам предлагается улучшить наш осознанный контакт с Богом через молитву и медитацию. 86-я страница, первый параграф в оригинале, 83-я в русском варианте. Когда мы ложимся спать, мы мысленно оцениваем прожитый день. То есть это еще одна инвентаризация. Но это инвентаризация в форме медитации. Там сказано, после того, как мы провели эту инвентаризацию, рассмотрели, мы спрашиваем, как мы можем это исправить. Настя, у нас время уже вообще. У нас следующая группа. Мы писали? Я прошу прощения, если прерываем. Я прошу прощения. Я прошу прощения. Прошу прощения. Прошу прощения. Мы получили три минуты. Хорошо. Хорошо. Давайте сделаем это конкретное заявление. Ага. Когда я делаю инвентаризацию, с удовольствием, делать обвинения, моё ухо ближе к Богу. Значит так, давайте я вам быстро скажу просто. Когда я делаю свою инвентаризацию, да, и преисполняюсь готовностью идти и возмещать ущерб, моё ухо наиболее приближено к Божьему рту. И я ощущаю голос Бога в своей утренней медитации. И я могу остановиться, если меня настигают какие-то сомнения или я чувствую раздражение в течение дня. И попросить Бога направить мои мысли в нужное русло или подсказать мне нужное действие. Так что теперь я могу помолиться. между, да, он начинает думать и он начинает действовать. Между этими двумя пунктами я могу вставить молитву. И приобретя духовное пробуждение в результате прохождения этих шагов. Я стараюсь донести смысл этих идей для других алкоголиков. И практиковать все эти духовные принципы во всех своих делах. Спасибо большое. Спасибо. Но... О, нет! Мы не уходим! Да, да. Извините. Мы сейчас закроем собрание, но пусть Дэйв не уходит. Можно задать вопросы после, чтобы мы могли как-то закрыть. Хорошо, Настя? О, окей, Дэйв. Так, мы пока не будем на контакте. Мы пока не будем на контакте. После контакта, я думаю. О, окей. О, окей. О, окей. Так, заключительная часть собрания. Каша, по последней, я напоминаю, что средства идут на занесение вести до тех, кто считает алкоголизм, путем наполнения стенда в проведении духовного столома. Сообществуем. Давайте еще раз поприветствуем наших гостей. Дэйва и Настю. Независим, которые пришли. Пропостижно. Это Лариса и Антон. А, уже пришли. Так, напишите в чатик те, кому нужен наставник. И также, кто готов стать наставником, дайте знать в чатик. И, где-то, где-то, где-то. И, где-то, где-то, где-то. Значит, напоминаю вам, горящее, горячее объявление. Обращайтесь к Сашей Цюрьеве. Помещение группы «Солочная сторона Невского проспекта». Шартовала две малые группы по субботам. 17.00. Малая группа по традициям, ведущая Татьяна К. По воскресеньям 16.30. Малая группа по большой книге, ведущая Николай М. Требуются служащие, подключающие Zoom, а также отвечающие на группового телефона. Можно обращаться по Zoom Лёше Б. По телефону группового камня. Кто хочет служить на групповом телефоне, есть ответственная важная интересность. Обратите ваше внимание на листовую служение. Выберите свет входящий. Группа «СПА» сделает помещение с другими арендаторами. Ящики и полки других арендаторов не трогать, если вы хотите помочь. С уборкой ведущему спросите, как это лучше сделать. В цели безопасности группы в связи с жалобами жильцов победительно просим вас заходить во двор молча, разговаривать можно за воротами на большой конюшной. Группа «Солнечная сторона Невского проспекта». Малая конюшная. Дом 5. Адрес. Подвальное помещение. Теперь мы зачитаем обещание 9-го шага. Если мы тщательно в этой фазе нашего развития, мы увидим, где блины, прежде чем половина пути окажется под одним. Мы познаем новую свободу и новое счастье. Мы не будем сожалеть о прошлом, но не захотим закрывать на него дверь. Мы поймем значение слова «спокойствие» и познаем умиротворение. Как бы низко мы не пали, мы увидим, как наш опыт может быть полезен другим. Это чуть ли не нужно прижалости к себе чувству. Мы потеряем интерес к археистичным вещам и обретем интерес к нашим товарищам. В своей корысти ускорблено прочь, полностью изменится наше отношение и взгляд на жизнь. Страх перед людьми и финансовая нестабильность и противник нас. Мы интуитивно будем знать, как справляться с ситуациями, которые раньше нас озадачили. Мы неожиданно поймем, что Бог делает для нас то, что мы не смогли бы сделать шаги для себя. Разве это не экстравагантное обещание? Мы так считаем. Мы помним среди нас, иногда быстро, иногда медленно. Они всегда уже ведутся, если мы трудимся для этого. А теперь... А теперь... ... ... ... ... ... ... ... Ему нужна наша помощь. А всегда будет рядом. И я мечтаю за это. Боже, дай нам разум и душевный покой. Принимай то, что мы не в силах изменить. В мужестве изменить то, что не можем. И мудрость отличить за одно от другого. Да исполни мы волю Твою Всегда. Аминь. Ребят, если есть вопросы, задайте их Дэйву. Здорово. Да, у меня есть вопрос. Или все пошли выздоравливать? Нет, вопрос. Убежали. Нет, вопрос. Окей. Ага. Окей. 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 Хорошо. Я задам вопрос так как ты его задал. Ладно? Но ты говоришь о третьем шаге, а не о первом. Дэйв, So the question is... I am... Like, I'm just interpreting verbatim, okay? What was asked. So, here's the question. I am currently in step one with my sponsor. How do I turn my will and my life to the care of God? What would be your recommendation? What would be your recommendation? Вопрос. Продолжаешь ли ты посещать церковь? Oh, do you continue attending church? Not a lot, but I have a meeting at my house once a month that is more centered around the Bible. Нет, не очень часто, но продолжаю и предпочитаю те собрания, которые действительно по Библии, где в центре находится изучение Библии. Спасибо. Вопрос следующий. Ты меняешь инструменты для углубленного контакта с Богом или это всегда одни и те же молитвы из БК и этого хватает? Вопрос. 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 Спасибо. медитативное читание и писать, что Бог говорит мне из больших книг. И там у нас молитва указана в большой книге. Я еще люблю начинать день с молитвы третьего-седьмого шага. Я молюсь спонтанно в течение дня, по мере того, как у меня там что-то происходит. Но Билл Уилсон нам же еще рекомендовал применять другие молитвы. Их очень много. Так что молитва из большой книги продолжает оставаться моими основными. Спасибо большое. Дэйв, спасибо. Спасибо большое. Аннастасия, скажи им, когда я могу прийти и учить их из больших книг, я бы рад. Дэйв хотел сказать, что в любое время, когда вы решите его пригласить, чтобы он вас чему-то обучил из большой книги, он будет очень-очень рад это сделать. Спасибо, Дэйв. Спасибо, Дэйв. Значит, там, во-первых, сказано, да, что мы посмотрели на каждое, рассмотрели каждое отношение, с какой точки зрения они были основаны на эгоизме или нет. Так что сексуальная инвентаризация это, собственно, не о половом акте, а об отношениях. Точнее, это где я обнаруживаю, что всегда, что всегда ломало мои отношения, разрушало их. Так что, когда я увидел, что за моим ресентиментом, за моими обидками скрывался страх, тогда, посмотрев на свою сексуальную инвентаризацию, я увидел, что большинство, вот, большинство моих отношений, это были просто страхи. Мы не очень способны по-настоящему любить без осознанного контакта с нашим Создателем. Так что, все это о том, как нам обрести осознанный контакт с Богом. И научиться чувствовать его голос. И это также помогает нам в сфере отношений. Спасибо. Спасибо. Спасибо.